Каждый год объем информации вокруг нас растет. И становится очень важно понимать, как именно мы получаем к ней доступ. Ведь информация хранится в интернете не просто так, она находится в зацифрованном виде. И, например, для того, чтобы получить доступ к материалам онлайн-курса, на нем нужно зарегистрироваться. То есть получить логин и пароль, открыть личный кабинет. Для того, чтобы получить какой-то текст в Википедии, прочитать статью, нужно воспользоваться интерфейсом сайта. То есть зайти по нужному адресу, переключить на подходящий язык, осуществить поиск. Для того, чтобы получить какую-то информацию от эксперта, с ним нужно пообщаться. Например, предложить ему провести интервью или отправить официальный запрос. Словом, вступить в диалог. Те источники информации и каналы коммуникации, которые находятся вокруг нас, формируют информационное пространство или, проще говоря, инфополе. Но мы пользуемся не всем инфополем сразу. Мы выбираем, какие именно источники информации нам нужны. Какие каналы коммуникации мы будем использовать. Кто-то любит читать новости во специальных сайтах. Кто-то получает их в социальных сетях. Кто-то подписывается на e-mail рассылку. А также мы выбираем способы коммуникации. Односторонние и двусторонние. Активные и пассивные. Так, общаясь с экспертом, вы используете активный двусторонний способ коммуникации. Наши привычки потребления контента. Выбор определенных каналов коммуникации формирует наше личное медиаполе. Это тот способ, которым мы получаем информацию. Медиаполе можно представить в виде вот такого вот круга, которое разделено на шесть секторов. И все сектора, конечно, должны быть сбалансированы. Будет очень странно, если какой-то из этих секторов вы оставите пустым. Потому что нам нужна совершенно разная информация. Да, конечно, нам нужны новости. Пусть это будут хотя бы новости, касающиеся погоды. Нам нужен контент, который нас развивает. Но точно так же нам нужен контент, который нас развлекает. Нам нужны и фильмы, и сериалы. А может быть развлекательное видео на ютубе. Или онлайн-курсы в видеоформате. И нам нужна музыка. А может быть даже какие-то обучающие или просто интересные подкасты. И, наконец, нам нужна коммуникация. Ведь мы общаемся не только в реальном мире. Мы переписываемся в мессенджерах. Заводим какие-то группы. Устраиваем видеоконференции, видеовызовы. И все это мы тоже можем вписать в наше медиаполе. Потому что здесь тоже есть предпочитаемые каналы. Предпочитаемые способы коммуникации. Такое медиаполе для каждого человека индивидуально. Как его отпечатки пальцев. Такое медиаполе для каждого человека. Продолжение следует...